Слово Божие 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 нас видеть верующими. Нельзя стыдиться нашего внешнего вида христианского, нашего поведения, наших слов, потому что путь христианина – это путь Антипы, тот, который идет против всего того, что делает сатана. Итак, братья и сестры, о чем я сегодня буду говорить, хотел бы продолжить вот тему «Черный и белый камень в каком ракурсе». Скорее всего, это будет касаться темы, о котором мы говорили с молодежью в лагере по посланию к римлянам. Как евангельская весть достигла людей в Риме? По всей видимости, в день Пятидесятницы в Иерусалиме были евреи из Рима, которые услышали слово о спасении, и, скорее всего, кто-то из этих римских евреев сказал, что мне делать, и услышал слово Господне, покайтесь и веруйте в Евангелие, обратились к Господу и понесли слово Евангелие в большой мегаполис, столицу того времени Римской империи, в город Рим. Спустя время там образовалась церковь. И вот через двадцать шесть лет, то есть в пятьдесят шестом году нашей эры, апостол Павел, находясь в городе Коринфе, решил написать послание римской церкви, при том, что он до этого никогда не был в городе Риме. Хотя из шестнадцатой главы можно допустить мысль, что некоторых римских верующих он лично знал. Братья и сестры, и вот уже в шестьдесятом году нашей эры апостол Павел все-таки прибывает в город Рим, но в качестве узника. Итак, он пишет прекраснейшее послание. Среди богословов считается послание очень трудным для толкования, но оно необходимо. Это классическое произведение под руководством Духа Святого, которое нам раскрывает греховное состояние каждого человека без исключения. Братья и сестры, вот читая вторую и третью главу послания к римлянам, я вполне мог бы обратиться к вам, дорогие грешники. Дорогие, потому что искуплены дорогою ценой, а грешники по факту рождения от первого Адама. И если в нашем собрании есть человек, который считает себя праведным и вне Христа, то послание к римлянам вас сильно разочарует, потому что апостол Павел конкретно говорит «все согрешили и лишены славы Божией». Вообще хороший способ понять послание к римлянам – это представить все это послание как некий диалог между апостолом Павлом и неким неизвестным оппонентом иудеем, который считает себя достигшим праведности. И как мы читаем во второй главе. «Вот ты называешься иудеем, успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Ты даже знаешь волю Его и разумеешь лучшее. Ты даже уверен в себе, что ты лучше других, и ты свет для находящихся во тьме. Ты видишь себя наставником невежд и учителем младенцев. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Ибо не тот иудей, кто по наружности, а тот, кто по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Братья и сестры, мы с вами должны понимать контекст написания послания к римлянам, потому что евреи на самом-то деле считали себя избранным Богом, народом. Да, и это было на самом деле так. Но физическое происхождение от евреев не давало им духовную безопасность. И апостол Павел последовательно излагает те или иные аргументы. И вот этот неизвестный оппонент говорит, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания. И Павел пишет, великое преимущество, особенно в том, что им вверено Слово Божие. Братья и сестры, идея такова. Бог избрал израильский народ от Авраама, вручил им закон и хотел посмотреть, люди эти, находясь под законом, они могут его исполнить или нет. Мне очень нравится, как один проповедник сказал так, что евреи, Бог использовал этот народ в качестве пробного образца всего человечества. Он сделал вывод и увидел, что Израиль испорчен. И если израильский народ, имея закон Божий, не исполнил его, то что говорит тогда об язычниках? Здесь можно привести такой пример, вот как эпидемиолог, который отбирает пробу из колодца с водой, взял пробу, сделал анализ и увидел, что вода отравлена. И сделал вывод, что вся вода в колодце отравлена. Братья и сестры, вот израильский народ, это был как образец пробный на греховность человека. Давайте представим, народ Божий подходит к горе Синай. Бог дает им законы, дает им заповеди. Не убей, не кради, не прелюбодействуй, не имей других богов, живи и радуйся. Но народ израильский не смог исполнить этот закон. И Бог выносит приговор и говорит, все согрешили, лишены славы Божьей. Уж если еврейский народ не смог исполнить закон, имея такие обетования, то что говорит об язычниках. Дорогие братья и сестры, вообще трагическая история еврейского народа, она не дает нам повода считать, что существует преимущество в том, чтобы быть евреем. Хотя, при том, что не мы держим корень, а корень наш держит, здесь нет никакого противоречия, несмотря на то, что эти люди были избраны Богом, их история, история еврейского народа, это рассказ о рабстве, лишениях, войнах, преследованиях, о клевете, плене, изгнании и унижениях. Кто из вас изучал историю еврейского народа, тот придет в ужас. Какую трудную жизнь им пришлось пережить, ведь они были избраны Богом народом. Посмотрите, они 400 лет были рабами в Египте, затем сбежав из Египта чудесным образом, они 40 лет шли по пустыне, чтобы дойти до обитованной земли. Но когда они вступили в обитованную землю, им пришлось мечом сражаться за каждый метр обитованной земли. Через сотни лет гражданская война вообще разделила народ на северное и южное царство, и мы знаем, куда они были увидены в плен. В 70-м году уже нашей эры римский генерал Титвис Пассиан полностью уничтожил Иерусалим, уничтожил храм и большинство жителей. Иудейская война унесла более миллионов жизней евреев, и около 100 тысяч были проданы в рабство. За два года до этого язычники убили в Кесарии 20 тысяч евреев. В то же самое время в Дамаске 10 тысячам евреев перерезали горло. В 115-м году евреи Кирене, Египта, Кипра и Месопотамии восстали против Рима. Император римский подавил это восстание и убил 600 тысяч мужчин. В 380-м году император Феодосий I издал кодекс, в котором объявил, заметьте, евреев низшей человеческой расой. И вообще эта демоническая идея нашла свое применение в Европе, более тысячи лет она продолжала существовать. И вот уже в конце 19-го века зародилось некое сианитское движение. Нашлись влиятельные евреи, которые пришли к выводу, что нужно создать свое государство. И вот первый конгресс состоялся в Швейцарии в городе Базель в 1897 году. И вот уже в 14-м году прошлого века в Палестине поселилось около 90 тысяч евреев. И не всем это нравилось, что евреи стали собираться. И вот в первой половине 40-х годов произошла нацистская резня, не имеющая аналогов в древней и современной истории. 6 миллионов евреев было уничтожено. Если вы будете в Иерусалиме, советую посетить музей Холокоста. Это, братья и сестры, для того, чтобы понимать всю трагичность еврейского народа. И вот апостол Павел к моменту написания этого послания знал, что евреи не имели никакой социальной и политической безопасности. И во второй главе послания к римлянам Павел утверждает, вы, евреи, являетесь избранным Богом народом. Вам верено Слово Божие. Но вам не гарантирована духовная безопасность ни по физическому наследию, ни по духовному наследию. Братья и сестры, вот у нас в зале в большинстве случаев сидят дети верующих родителей. Вы и я. Так, братья и сестры, родясь в христианской семье, это нам не обеспечивает духовную безопасность ни по физическому рождению, ни даже по духовному наследию. Конечно, есть преимущество быть рожденным в христианской семье, но каждому человеку необходимо рождение свыше через покаяние. Через покаяние. И апостол Павел говорит евреям, вы знаете закон Божий, но вам не гарантированы места на небесах. Итак, братья и сестры, вот мы давайте прочитаем 3 глава, 9 стих. Итак, что же, имеем ли мы, евреи, преимущество, пишет Павел? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елины, то есть мы с вами язычники, все под грехом. И дальше, братья и сестры, мы с вами читаем рентгеновский Божий снимок. Вы все, наверное, были на рентгене, X-ray, как говорят в Америке. Это когда тебя просвечивают и показывают тебе твое физическое состояние здоровья. Вообще, это часто используется в медицинской практике. Когда делается снимок и показывают состояние твоей печени, твоего желудка, твоего сердца. И ты должен признать по факту, что то, что у тебя находится в организме, это твое. Так вот, братья и сестры, уже в третьей главе мы с вами читаем Божий снимок греховности человека. Хотите послушать? Давайте начнем. Нет праведного ни одного. Или у нас собрание есть люди, которые считают себя праведными вне Христа. Нет праведного ни одного. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Никто. Все совратились в пути, до одного негодны. Нет делающего добро. В гортанях открытый гроб, уста их полны злословия, ноги их быстро на пролетие крови. Все органы человека, все поражено грехом. Внутренность, духовное состояние. Руки бегут, ноги бегут, руки делают, уста изрыгают злое. Это что? Это Божий рентген. Вот он, вот ты грешник по факту рождения. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Рентгеновский снимок Бога. Братья и сестры, этот снимок открывает всеобщую неправедность Бога. Вы знаете, когда у нас рождаются дети в семьях, у нас же с женой тоже 9 детей родились. И вообще-то удивительно, когда держишь на руках маленького младенца, только новорожденного. Это счастье для родителей, когда на руках они держат новое создание, рожденное от Бога. Но Бог дает жизнь ребенку. И этот ребенок не сделал ничего плохого, а он грешник. Это так трудно нам, родителям, сознать. Братья и сестры, я внутренне всегда сопротивляюсь этой мысли. Как же этот маленький ребенок, который никогда даже плохого не подумал, он является грешником? Ну ладно, вот уже вот ребятки, девочки, которые подросли, там сказали неправду, там поставили ножку кому-то. Но вот маленький ребенок, я всегда вспоминаю историю, как однажды на работе работал один неверующий человек, а его напарник был христианин. Этот христианин говорил ему, этому неверующему, что ты грешник. А тот постоянно сопротивлялся. И говорил, да вы знаете, по сравнению с моими соседями, с моими одноклассниками, я вообще красава, я вообще живу, да вы что, вы ко мне не придете, я даже не курю, я даже пиво не пью. И начинает перечислять, я бы это-то не делал. Говорит, я с девчатами не гуляю, меня родители воспитывают строго. А брат говорил ему, ты грешник, тебе нужно покаяться. И этот человек тогда привел в пример маленького ребенка. И вот однажды они срывали старые доски в доме, когда делали ремонт, и увидели мышиное гнездо. И когда луч света попал в мышиное гнездо, старые эти мыши, умеющие бегать, они все разбежались, а маленькие остались. И тогда верующий брат говорит неверующему, своему оппоненту, говорит, что ты должен сделать с этими мышами? Он говорит, конечно же убить их. А почему они ничего плохого не сделали? Ни одного ореха не стащили, ни одного мешка, но они же мыши по природе, они обязательно это сделают. Так вот, братья и сестры, человек, когда рождается в мир, в нем есть контент этой общей неправедности, потому что водами все согрешили. Вот он, черный камень, жизнь под приговором осуждения. Я грешник перед Богом. Вообще, братья и сестры, вот эта тема нам, потомственным верующим, очень необходима. Мне лично видится, что у нас есть такое искушение полагаться на свое физическое происхождение, на свою громкую фамилию и, может быть, на положение в церкви, забывая о том, что мы по природе являемся грешниками. Итак, братья и сестры, вот этот рентгеновский снимок нам показывает от самого Бога. Ты грешник. Я напомню случай, как однажды в Шотландии по парку шел молодой человек. Это был христианин. У него была сумочка через плечо, и рядом проходила группа молодежи. Они увидели эту сумочку, и она была похожа на футляр от фотоаппарата, который тут же выдает фотографии. Есть такие фотоаппараты, и у нас тоже сейчас тоже пользуемся иногда. Вот эта группа молодежи подошла и говорит, у вас есть фотоаппарат, вы можете сделать нам снимок? Мы хотим сфотографировать, мы вам за это заплатим. Он говорит, да-да, конечно, конечно, сказал христианин. Я вас сфотографирую, более того, у меня уже есть снимок, который уже сделан. Эти молодежь удивилась и спрашивает, а что это за снимок? Он говорит, я вам сейчас покажу. Открывает религия нам третью главу, смотрит на них и говорит, нет праведного ни одного, никто не ищет Бога. Говорит, вот он снимок от самого Бога, вам нужно покаяние. И начал заниматься делом благовестий и рассказывать о Христе. Братья и сестры, вот мы раздаем Евангелие от Иоанна часто на благовестии. Это хорошо, но вот здесь есть один элемент, который нам нужно тоже использовать в деле благовестия. Евангелие от Иоанна нам рассказывает о Христе, который дает выход из создавшегося положения. Но если человек не увидел себя грешником, он Евангелие от Иоанна не примет. Он говорит, я и без Христа верующий. А зачем мне Евангелие от Иоанна? Зачем мне Христос? Посмотрите, как я правильно живу. Вот тот уже два раза женился, а я только один раз. Вы посмотрите, как тот живет, а я как живу. Дорогие друзья, мы тоже росли в христианских семьях. Телевизор не смотрели, пиво не пили, нас так родители воспитывали. Но наступает момент, когда ты понимаешь, я нахожусь под приговором Божьего осуждения. Я тоже являюсь грешником по факту рождения от Адама. А разве ко мне плохие мысли не приходили? А разве я не огорчал Бога? А разве я не проявлял послушание? Итак, дорогие друзья, Библия говорит, что все мы находимся под осуждением. Согласно проповеди брата Димы, это вот тот черный камень, который нас приговорил ко смерти. И имея в руках этот черный камень, я должен умереть за свои грехи. Хочу напомнить картину, которая записана в Евангелии от Матфея. Когда наш Господь был на суде у Пилата, в это время в крепости Антония содержался под стражей известный всем ворава-убийца. Это был известный разбойник, это был главарь Шайки, у него были друзья, которые вместе с ним грабили, они убили в Иерусалиме священника, их поймали и они ждали казни. И если образно показать, то здесь крепость Антония, здесь находится толпа людей, требующие смерти Христа, а здесь стоит Понтий Пилат. И вот ворава, находясь под приговором осуждения, он не слышит вопрос Пилата, он слышит только голос толпы. Пилат спрашивает, кого вам отпустить, и Иисуса, или вораву? И весь народ кричит вораву. И ворава, находясь в этой крепости, понял, требует его смерти. Весь народ кричит вораву. Ну да, известного убийцу все по имени знают, почему бы и нет. Тогда Пилат спрашивает, а что мне сделать Иисусу? И весь народ кричит, да будет распят. И получается, ворава да будет распят. И дважды. Братья и сестры, и вот, находясь в крепости Антония, ворава точно понял, через несколько минут его поведут на распятие. Он только что слышал, ворава да будет распят. Но когда открылась дверь темницы, он, независимо от дел закона, услышал слово оправдания, ворава, ты свободен. На каком основании вместо тебя будет распят другой? Братья и сестры, и вот эта тема оправдания, вот он белый камень. Ты достоин смерти, но ты не умрешь, потому что вместо тебя есть жертва, жертва Антца Иисуса Христа, Сына Божия. Братья и сестры, человек, который не прошел внутренне через состояние осуждения, никогда не будет оправдан Богом. Никогда. Вы иногда удивляетесь, почему некоторые люди не хотят каяться. Вот один из ответов. Они себя не осуждают, что они грешники. Нет, они где-то догадываются, они пытаются себя как-то соргументировать. Но когда совет Божий открывает наше состояние, мы понимаем, что мы грешники. Не мы грешники, а я грешник перед Богом. Итак, братья и сестры, вот жизнь под приговором, она, когда мокла в меч, висит над каждым из нас. И вот апостол Павел дальше говорит, независимо от дел закона, явилась праведность Божия. Не от дел, а по благодати, чтобы никто не хвалился. Итак, братья и сестры, полное развращение человека на фоне святости Божией. Полная развращенность человека на фоне святости Божией. В этом послании, в первой голове апостол Павел перечисляет некоторые грехи. Братья и сестры, эти грехи даже страшно читать, но они написаны в Библии. Павел говорит, вы такими были, но вы осветились кровью Христа. Сексуальные грехи, грехи войны, грехи в семье, грехи словом, личные грехи, грехи к ближним. Жизнь под приговором. Я не буду сейчас зачитывать, у меня их более 50 здесь на листочке. Вы знаете, друзья, даже нет настроения читать, но это делает человек, находясь под приговором Божьего осуждения. Ну и в заключении, братья и сестры, я хотел бы сказать пять коротко моментов обозначить. Что испытывает человек, находясь под приговором Божьего осуждения? Павел, ты можешь высветить вот этот список, который я составил. Во-первых, братья и сестры, это страх. Вы знаете, когда человек находится под приговором, он живет постоянно в страхе. Или вы думаете, люди в этом мире не боятся? Боятся, боятся. Это не в людях. Улыбаются, шутят, клоунов из себя строят, снимаются в фильмах. Когда они приходят домой, они живут в страхе. Потому что они находятся под приговором Божьего осуждения. Фобия. Говорят, что на Земле существует более 500 видов различных фобий. И я сейчас не говорю о страхе высоты. Я, например, боюсь американских горок. Мне это не сильно нравится. В самолетах, аэрофобии у меня нет. Свободно летаю в самолетах. Но вот есть апифобия, боясь пчел. Кто-то боится пчел. Кто-то водить автомобиль боится. Даже есть такая фобия, гомофобия. Это когда человек боится вступить в брак. Это к некоторым братьям. То есть боятся вступать. Это тоже фобия. Когда человек боится числа 13, трейская дегафобия. Когда он там в лифт боится зайти. Братья и сестры, страх. Я нахожусь под приговором Божьего осуждения. Это страх. Вы знаете, однажды мне довелось лететь самолетом из Хабаровского в Москву 9 часов. Из Москвы в Нью-Йорк 9. Из Нью-Йорка в Сакраменто в 6 часов. То есть вот так вот. Я помню, когда наш самолет уже был упакован для взлета. И Стюардесса объявляет. Распитие спиртных напитков на борту нашего самолета категорически запрещается. Так объявляют в России. Ну и в общем-то самолет взлетел. Большой Боинг 777. И около меня сидит мужчина. Накрылся одеялом. И под одеялом попивает. Я сразу заметил. Стал готовиться потом к проповеди. Открытый столик. Я же левша. Он по правую сторону. И я сильно думал про Адама. Когда он согрешил, написано, я убоялся. Вот до грехобойдения страха не было. Адам не был под приговором Божьего осуждения. И вот этот человек меня спросил, что я пишу. Может быть завещание. Может быть я боюсь летать. И сам признался, что он военный летчик. И ужасно боится летать. Потому что в Чечне его два раза подбивали. Вообще, друзья, я увидел такой животный страх в человеке. Когда самолет приземлялся в аэропорту Шереметьево. Он ухватился двумя руками за ручки сиденья. Закусил нижнюю губу. И у него аж кровь начала течь. От страха, что самолет может разбиться. Вы знаете, я смотрел на этого человека и думал. Ну, боязнь летать в самолете это одно. Может быть физически какой-то недостаток. Но жить под приговором Божьего осуждения до конца жизни. Это, мягко сказать, не позавидуешь. Вот если нет Христа, будешь бояться всю жизнь. Второе, братья и сестры, это вина. Вина, что я виновен перед Богом. Вот боясь того, что я виновен перед Богом. Чувство вины, угрызение совести. Независимо от того, что человек говорит сам себе, что он хороший, он знает, что это не так. И испытывает чувство вины. Давайте я еще раз повторю. Независимо от того, что человек говорит сам себе, что он хороший, он знает, что это не так. И от этого у него вина. Он понимает, что он постоянно врет сам себе, он обманывает. У меня все окей, на самом деле это не так. И вот эта вина перед Богом за соделанный грех, за жизнь во грехе, она будет человека вести до самой могилы. Братья и сестры, человек, который живет под приговором вины, он будет бегать до могилы, так написано в Библии. Человеческая вина имеет только одну причину, это грех. У нас есть дети. Давайте представим картину. Маленький мальчик плачет и кричит, что он не ел варенья. Не замечая, что большая ложка варенья у него на подбородке и на рубашке. Эта ложка варенья, она видна всем, кроме него самому. И он кричит и говорит, я варенье не ел сегодня. А что происходит с человеком, когда он себя так ведет? Это чувство вины. Как вы думаете, почему этот мальчик кричит и плачет, что он варенье не ел? Потому что вина, что он все-таки ел. Я не буду говорить отличие вины от стыда. Стыд – это публичное явление, а вина – это личное явление. И она возникает из-за муки совести человека. И мы поем песню. Что вину нам может смыть? Только кровь Иисуса Христа. Жизнь под приговором. Третье – осуждение, conviction по-английски. Признание своей виновности. Я виноват. И меня Бог не простит. Вы встречались с людьми, которые считают, что да, я грешник, но меня Бог не простит. Вот это осуждение без выхода на свободы. Нет света в конце туннелей. Я встречался с такими людьми. Они могут быть даже среди детей верующих родителей. Вот жизнь под осуждением. Вот Иуда вот так вот жил. Один автор написал такой стих. «Подавлен думой безотрадной, держа рукой дрожащее серебро, с душой холодной навсегда несчастной, он в храм ушел, твердя себе одно. Отдам. Отдам первосвященникам я плату. Зачем ее я взял? Невинную кровь предал. Зачем предал Христа? Предал на плаху. Зачем учителю так злобно я воздал? Вот сребренький, с ними я был счастлив. Теперь же, как огонь держу в своих руках, покой и мир ушли. О, как я стал несчастен. Пойду, чтобы бросить все перед священническим ногам». Братья и сестры, вот она жизнь под осуждением. Это жизнь под приговором. Это тот черный камень, который человек держит и не знает, что с ним делать. Четвертое здесь – это справедливость. Братья и сестры, что такое джастис? Это понятие о должном. Справедливость. Вот разбодник на кресте подошел к этому моменту. Мы осуждены как? Справедливо. Потому что жизнь под приговором осуждения. Он распятый, он умирает. Он говорит, я осужден справедливо. Братья и сестры, давайте так, человек, который не получил оправдания по вере, он будет всю жизнь жить под пониманием справедливости. Я получаю по заслугам. Это еще. Еще один ремень. Я получаю по заслугам. Адония. Вы помните, когда он провинился перед Давидом? Он пошел и ухватился за роги жертвенника. Они считали, что роги жертвенника – это защита от преследователей из-за особой святости жертвенника. Я справедливо осужден Давидом. Я пойду, ухвачу из-за роги жертвенника. Этот жертвенник меня спасет. Братья и сестры, Адония умер прямо у жертвенника. Кстати, я повторил эту же ошибку. Схватился за роги жертвенника. Но роги жертвенника не спасают. И они погибли. Погибли. И, ну и, наконец, последнее – это смерть. Братья и сестры, не хотелось бы, конечно, заканчивать на этой нотке, но так как сегодня брат Андрей уже задал такой тон о времени, нам нужно понимать, что наша жизнь находится под приговором Божьего осуждения. Мы все умрем. Это просто по факту. Это приговор Божий – всем людям надлежит однажды умереть. Знаете почему? Потому что все согрешили лишь на славу Божию. То есть второго не может быть без первого. Из первого вытекает второе. Всем надлежит умереть. Научи нас так думать о смерти, чтобы нам приобрести сердце мудрое. И неважно, рано или поздно тебя это настигнет. Я зачитаю в конце, братья и сестры, одно коротенькое слово неизвестного автора. Есть один проповедник старой школы, старого закала, но он говорит так же смело, как и всегда. Он не пользуется популярностью, хотя его приход – это целый мир. Он разъезжает по всему земному шару, он говорит на всех языках, он посещает бедных, иногда стучится к богатым. Он проповедует людям любого вероисповедания и тем, кто никакого вероисповедания не имеет. И вы знаете, тема его проповеди одна и та же. Как бы поднадоела, но по факту он проповедует об одном и том же. Он красноречив, кстати. Он вызывает такие чувства, которые никто иду не мог бы вызвать. Ему удается довести до слез даже тех, кто никогда в жизни не плакал. И никто не может опровергнуть его аргументов. И нет ни одного сердца в мире, которого бы не тронула его сила. То, что он говорит, в дребезге разбивает жизнь. И большинство людей его ненавидят очень сильно. Его боится каждый. Его зовут смерть. Каждая надгробная плита – это его газета. Кстати, его печатает каждая газета. Однажды его проповедью станет каждый из нас. Это физическая смерть. Братья и сестры, вот жизнь под приговором – это тот черный камень. И мы по факту ничего, кажется, не можем сделать. Вот дети рождаются, люди приходят и уходят. Пока я проповедовал тысячу людей, умерли, и столько же родилось в мир. А что теперь с этим делать? И апостол Павел, дает выход. Независимо от дел закона, явилась праведность Божия. Это Христос. Братья и сестры, и наша задача – верой принять его спасение. Иначе другого варианта нет. Как бы Евангелие не дает другого выхода из создавшегося положения. Антипа получил белый камень. Вот оно, обетование Божие. Да, на земле тебя постели смерть, но ты будешь оправдан Богом. Братья и сестры, мы должны быть счастливы от того, что мы знаем, о чем сегодня говорим. И хотя есть вещи, которые мы никак не можем изменить по факту рождения от первого Адама, но давайте помнить, что на смену первого Адама пришел второй Адам. И если первый Адам вкусил от дерева, то второй Адам на дерево пригвозил грехи. Если первый Адам вкусил от плода и согрешил в сытом состоянии, то второй Адам в голодном состоянии не подался искушению. И если первый Адам был изгнан из рая, потому что стал преступником, то второй Адам говорит преступнику – заходи в рай. Братья и сестры, вот он, второй Адам, который нас реабилитировал в самом себе, в Иисусе Христе. Давайте, дорогие друзья, мы возблагодарим Господа нашего за ту благодать, за этот белый камень, находясь во времени отрезки нашей жизни. Поблагодарим его за ту благодать, за то, что мы верующие, счастливые люди. Да будет имя его благословенно вышних. Может быть, в нашем собрании есть люди, которые хотят помолиться, обратиться к Господу. Друзья, это нужно делать, это нужно делать всегда, пока время благоприятное, пока день спасения. Аминь.